Самая детализированная карта по мотивам игры Дальнобойщики 2 для Евротрак Симулятор 2. Это вольная фантазия автора, как мог бы выглядеть мир из легендарных Дальнобойщиков 2 в наши дни. Окунитесь в неповторимую уютную атмосферу вымышленной российской глубинки, знакомой многим с детства. Да, здесь многое изменилось, но душа осталась. Загружаемся и вперед за новыми эмоциями по родным просторам. Приветствую вас, дорогие зрители, меня зовут Лиза и добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересную модовую карту. А все потому, что эта карта создана по мотивам карты из легендарной игры Дальнобойщики 2. Я думаю, многие из вас в детстве в нее играли. Даже я не так давно проходила эту игру на стриме и захватила 99% рынка. Ну, а сегодня мы с вами в Евротраке будем кататься по карте из этой игры. Посмотрите, как выглядит, собственно, сама карта. Масштаб 1 к 19. Тут воссозданы все дороги, все города, которые также есть в Дальнобойщиках 2. Единственное отличие это то, что некоторые дороги выпрямлены и некоторые дороги добавлены. То есть, по возможности все адаптировано максимально под Дальнобойщики 2, но все равно некоторые небольшие изменения в этой игре на этой карте все-таки есть. Так вот, какие у нас есть города? Это Бухта, Ключи, Ельнино, Приозерск, Залеск, Южные шахты, Боровое, Горный, Нижнегорск и Алмазный. Причем Алмазный прям такие, слушайте, я так понимаю, идет с тайной дорогой. Я так понимаю, что тайная дорога, она вот она. Но уже заметно, да, что немножечко не совсем как это было в игре. Там, по идее, более длинный такой путь, и он прям очень-очень такой извилистый. Но, тем не менее, я прекрасно помню, как выглядит карта в Дальнобойщиках 2. И я могу сказать, что вот внешне, да, со стороны очень даже похоже. Помимо всего прочего, здесь интересные детализованные, детализированные дворы. Разные какие-то должны быть, наверное, тут у нас события, люди. Поэтому, сейчас на все это будем смотреть. Но, чтобы на это все смотреть, нам сначала надо выбрать груз. Поэтому давайте возьмем прямые перевозки. Я, кстати, вы заметили, да, сегодня на Камазе 54-115. Какая жирная дорога! На данный момент я уже подъезжаю к компании. Я выбрала груз на 202 километра. Сейчас мы находимся в бухте. Поэтому остановимся, груз возьмем и поедем. Повезем мы сейчас выхлопные системы. Вопрос, куда делись выхлопные системы, кто их украл. Так же, как и упаковочная пленка тоже куда-то подевалась. Поедем мы из бухты в Залезг. Выхлопные системы 7 тонн. Так, где-то тут у нас должен стоять прицеп. Поэтому сейчас мы доедем, его заберем. И реально очень хочется посмотреть на карту. Потому что я помню, я помню, как все было в Дальнобойщиках 2. Я помню дороги, я помню карту. И мне очень хочется сравнить все это дело. И посмотреть, насколько сильно это все похоже на настоящую карту из Дальнобойщиков 2. Я, конечно, понимаю, что оно не будет один в один. Потому что в любом случае это карта по мотивам игры Дальнобойщики 2. Она как бы не обязана один в один повторять абсолютно каждую деталь, которая была на карте в той самой игре. Но, тем не менее, она должна быть очень и очень похожа. То есть все места, где мы будем, они должны быть узнаваемы. Кстати, на карте я вам показывала, что скрытая дорога, которая ведет в Алмазный, она выглядит почему-то не так. И сейчас я вам даже прочитаю пояснение, почему же она выглядит иначе. Потому что автор карты, так, слушайте, куда тут ехать. Ага, вот сюда. Потому что автор карты, он прояснил даже этот момент. Ну-ка, навигатор будет мне рассчитывать, куда ехать? Ага, все. Так вот, отвечаю я сразу на популярный вопрос. Что с тоннелем в Алмазный и секретными дорогами? В оригинальной игре Дальнобойщики 2 были срезки между трассами, чтобы обходить конкурентов и быстрее добираться до цели. Не забываем про концепцию карты. Как оригинал, только прошло 25 лет и что-то поменялось. Это касается многих аспектов карты. Задача полностью скопировать оригинал не стояла. Спустя 25 лет в местах бывших срезок были построены новые дороги, чтобы удобнее перемещаться по региону. Мы все-таки помним, что ЕТС-2 это нам не сноураннер, и тут приветствуются обычные вот такие вот простые дороги. Вместо разветвленных тоннелей нормальный автомобильный тоннель. Но все-таки лучше взять грузовик помощнее, потому что там есть затяжной подъем. То есть вот о чем я говорила и ранее, до того, как прочитать объяснение автора. Это карта по мотивам Дальнобойщиков 2. Соответственно, она не обязана повторять все один в один. Да, все-таки, извините меня, прошло 25 лет, и многое могло, правда, поменяться, но все-таки общие черты, они все равно остаются узнаваемые. Вот я сейчас еду, и я реально понимаю, где мы едем. Далее у нас справа дорога на ключи. Слушайте, на самом деле хорошо. Вот пока я еду, пока что я прям узнаю те места, где мы находимся. Конечно, сейчас все выглядит более цивильно, более аккуратно, более, как-то знаете, по-человечески, более современно. Поэтому сейчас очень легко представить, что действительно прошло 25 лет, и мы уже вернулись в эту игру, в намного более лучшую графику. У нас уже даже тут стоят какие-то хорошие отбойники, и мы даже в них не застрянем, представляете, да? Это очень и очень, конечно, хорошо. Вообще прикольно. Мне эта карта нравится, а когда она сделана еще и на базе моей любимой игры, то это получается двойное удовольствие. Конечно, если я сейчас что-то увижу плохое, я буду придираться, я буду говорить, это что такое? Но пока что, слушайте, пока что меня все устраивает, пока что мне кажется, что все вполне себе красиво и симпатично. Давайте зачитаем вам еще некоторые интересные факты, которыми со мной поделился автор. Работал он над картой аж 2 года и 7 месяцев, и ничего не выкладывал в общий доступ в процессе разработки. Знали об этом только друзья. Устал от бесчисленного множества проектов, которые так и остаются бесконечно в разработке, но с активными группами. Просто решил поставить всех перед фактом. Бац, вот вам сразу готовая карта. Катайте все поселки и дороги на месте. Разумеется, там есть косяки, о них мне уже известно, со временем поправлю. Но главное, что это уже готовый, законченный, цельный проект. Это, кстати, хорошо. Было бы немножко грустно, если бы автор сделал условно только бухту и такой, да, карта в процессе разработки, но вы уже можете на ней катать. Кстати, вы тоже можете на ней уже катать. Ну, естественно, на данной версии карты. Ссылочку на группу ВКонтакте данного проекта я оставлю в описании. Имейте в виду, что это приватный платный мод, но с моим промокодом ЛИСА вы получаете скидочку в 15%. Поэтому успевайте воспользоваться, да, если вы посчитаете, что эта карта стоит вашего внимания. И также в группе ВКонтакте вы можете найти и демо-версию данной карты, чтобы обкатать и понять все-таки, нужна вам она или нет. Но я думаю, что она вам нужна, потому что все-таки поностальгировать, да, хочет каждый из нас, кто когда-либо вообще играл в Дальнобойщики 2. Конкретнее по карте. Она обманчиво небольшая. Масштаб, кстати, 1 к 19, но с виду кажется, что карта маленькая. Но как только вы начнете возить грузы то туда, то сюда, поймете, что она не такая уж и маленькая. По поводу трассы. Кольца на карте нет, по крайней мере, на данный момент. В ЕТС-2 автор не видит в ней смысла. Однако дорога к ней есть. Там базируются две компании. На самом деле, да, вот эта трасса, она не будет иметь тот функционал, который есть у нее в Дальнобойщиках 2, потому что тут у нас нет системы гонок друг с другом, нет никакой конкуренции. Нам тут, перед нами не стоит цель, да, выиграть какую-то лицензию, чтобы нанять водителя. Поэтому если трасса и будет, то она будет просто как способ развлечься, например, с друзьями, если вы пойдете играть в нее в конвой. Кстати, в конвой мы с вами пойдем. Я посмотрю, как много людей решит приобрести данную карту. Если соберется на конвой, тогда мы с вами пойдем и в конвой, также на стриме покатаем. Я думаю, почему бы и нет. Слушайте, ну вот сейчас место тоже узнается. Я узнаю. Я понимаю, где мы находимся. Мне это реально нравится. Это прикольно. Это прикольно. О, там такой отель. Спасибо, что грузовик не дал посмотреть на это все. Давайте вот еще. Как и многие в школьные годы, автор любил играть в дальнобойщиков 2, когда еще не было евротрака. Давайте я перестроюсь. На тот момент это было просто вверх совершенства в мире симуляторов дальнобойщика. Атмосферность игры настолько удалась разработчикам, что благодаря ей, этой атмосферности, преданные игроки прощали ей лютую забагованность. А я, кстати, не прощала. Я с этого всегда сильно бесилась. В более взрослом возрасте уже возникла мысль. Вот было бы здорово, если бы эту игру осовременили. Но шли годы, а воз и ныне там. Проекты по дальнобойщикам 2 мне самому... А я уже читаю где-то не там. Проекты по дальнобойщикам 2 существуют, но они в плачевном состоянии. И тут я подумала, если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам. Поначалу цель построить карту из дальнобойщиков 2 мне самому даже казалась безумием. Ведь на тот момент я ничего не понимала в строительстве карт. Но детская хотелка о том, чтобы увидеть в красоте мир из дальнобойщиков 2, мною двигала. То есть вы представляете, автор не умел работать с картами. То есть он в целом их ранее никогда не создавал. Поэтому можно сказать, что вот данная карта, вот где мы сейчас едем, это по сути первое творение человека, который ранее никогда не создавал карты. Имейте это в виду. Потому что мне кажется, я с нуля бы за 2 года вряд ли бы что-то смогла построить. То есть тут все равно нужно какой-то иметь определенный склад ума, чтобы вот взять и воссоздать. Не просто из фантазии что-то взять, а прям реально воссоздать то, что уже существует, но в другой игре. За это я бы поставила, конечно бы, плюс. Вот я, знаете, думаю, к чему придраться. Потому что автор сказал, надо объективно, надо честно. А я еду, и мне все нравится. А я еду, и я как бы узнаю те места, где я еду. Я такая, блин, а что сказать-то плохого? Пока что плохого даже нечего сказать. Вы представляете? Так, впереди у нас какая-то пробочка. Тут у нас кольцо. Вот кольцо я что-то не узнаю. Что это за место такое? Ну, влево у нас на Южный в шахты. Нам как раз сейчас туда. Просто немножко не узнается сразу место. Жалко, что нету над дорогой баннера, на котором написано, да, шахты, Южный. Потому что в игре, насколько я помню, так и было, что ты вот едешь, и тут сверху над тобой название города, куда ты направляешься. Но может быть я ошибаюсь, может быть я немножко перепутала. Масштаб карты стандартный, 1 к 19, сетка дорог по большей части повторяет оригинальную игру, но с некоторыми изменениями. Часть раз чуть более выпрямлена, и появились новые дороги. Всего в регионе 11 поселков, в которых базируется 31 компания. Так что грузов обычно много. Ну, в целом, мне не составило труда выбрать груз, поэтому да. Это правда, это правда. Жалко, что нету полицейских, которые за тобой гоняют за превышение скорости, или за то, что ты проезжаешь на красный. Тут ты чувствуешь себя более свободным, чем в настоящих дальнобойщиках, конечно. Так, даже если вы до этого никогда не играли в Дальнобойщики 2, то, во-первых, это повод познакомиться с этой игрой. Она уже безнадежно устарела, но все же есть много фишек, которых нет в ЕТС-2. Постоим на красном. Которые могут поддерживать интерес к игре. Во-вторых, пейзажи и карты очень разнообразны, поэтому игровой опыт в любом случае будет интересным. В какой-то степени это микро-ДЛС сердце России. Здесь вы можете встретить засеянные поля, лиственные леса, ельники, сосновые бары, дорогу через заснеженные горные вершины, полупустыню, морской берег, большое количество озер и рек. Ну и, конечно же, небольшие, благоустроенные и обшарпанные, богатые, бедные поселочки, которые окунают нас в атмосферу российской глубинки. Жизнь здесь совсем не столичная. Это глухая провинция со своим колоритом. Как красиво пишет автор. Это, если что, все текст автора. Опа! Вот они стоят! Вот это за это плюс! Они реально тут стоят всегда. Выслеживают тебя, чтобы резко за тобой поехать. Очень красивый стиль письма у автора. Это, конечно, к карте никак не относится, но мне нравится. За это просто отдельный от меня плюс в копилочку. Карта не лишена достопримечательностей, так что изучить поселки можно подробно. Проработаны в той или иной степени даже внутренние дворы. В общем, на карте есть, что посмотреть. Ее можно назвать так. Тесное раздолье для исследований. Вот. Как-то так. Как-то так. Слушайте, ну, очень симпатично. Мост. Адекватный мост. Вы знаете, что приятно, это что реально спустя 25 лет здесь появилась адекватная дорога, адекватный мост. За тобой не гоняются полицейские без повода и с поводом. И в целом действительно будто все такое современное. Тут, конечно, еще графика многое решает, но в любом случае карта воссоздана хорошо. Сделано хорошо. Вот я уже какое-то время ой, я уже какое-то время проехала, я уже могу сделать вывод, что воссоздано нормально, хорошо. Я бы, наверное, сказала даже 10 из 10, но мы еще не доехали до конца. Может быть, там будет какой-то жесткий мега-косяк, за который я снижу баллы. Но вы тоже можете писать свое мнение в комментариях, пишите, как вам данная карта, насколько бы вы оценили бы ее по 10-бальной шкале. Мы с вами всегда так делаем, когда оцениваем какие-то моды, модовые карты либо модовые грузовики, поэтому тоже можете поучаствовать в обсуждении данного мода. Поворачиваем. И, да, конечно, с дальнобойщиками два не сравнится. В хорошем плане, в хорошем плане. Все равно, когда ты оказываешься в Евротраке, на этой карте, ты теряешь в какой-то степени тот самый шарм той карты, потому что там баги, лаги, пиксельная графика, еще чуть-чуть, и как будто бы сейчас ты вообще нафиг удалишь эту игру, потому что там что-нибудь у тебя забаговалось, или водитель себя странно повел, и ты не смог его нанять. Но, когда ты оказываешься на этой карте, ты чувствуешь такую легкую нотку ностальгии, что как бы да, это та самая карта, но мне почему-то тут так спокойно и легко ехать. Так, поворачиваем в сторону залезка, сейчас немножко подъедем. я, не обращала внимания, насколько на самом деле может быть приятным пейзаж в дальнобойщиках 2, если добавить хорошую графику и достаточное количество деревьев, травы, да, и как-то украсить ландшафт, потому что посмотрите, на самом-то деле, на самом-то деле тут красиво, если честно, я не считала карту в дальнобойщиках 2 красивой, во-первых, из-за графики, во-вторых, из-за того, что там были голые абсолютно склоны, горы, голые поля, то есть ни травы, деревья какие-то вот эти вот три пикселя там стоят и все, но потому что игра старая, там по-другому нельзя было сделать и я играла больше из-за азарта в дальнобойщике 2, потому что игра сама по себе прикольная, но графика и внешний вид дальнобойщиков 2 это явно не лучшая часть игры, так скажем, была, а вот тут я еду и такая, блин, так она что, красивая, оказывается, может быть, это как так, это что тут, оказывается, красивая природа, она ведь реально тут классная, симпатичная, я на какой-то пакет с мусором только что наехала, коровы, тут пасутся коровы, смотрите, на лугу, на лугу, на лугу пасутся кто, господи, прикольно, и опять у нас тут стоят полицейские, вот хорошо, кстати, что они тут стоят, это прям как и было в самой игре, и сейчас у нас слева должен быть поворот на компанию, слушайте, очень хорошо, прям, да, я узнаю, пустите меня, пожалуйста, все, вот сюда мы слева заворачиваем на компанию, а интересно, выгрузка как выглядит, я хочу посмотреть, как выглядит выгрузка, ну, слушайте, она огромная, да, по сравнению с дальнобойщиками 2, но по-другому не сделать, я, кстати, так понимаю, что, когда делаешь выгрузку на какой-то компании, ты по-любому должен ставить забор, наверное, без забора, ну, как-то нужно границы компании, что ли, определять, слушайте, ну, она огромная, конечно, огромная, но также стоит вдоль, за городом, немножко подальше, давайте, припаркую прицеп, и мы с вами сейчас запаркуемся, и я еще немножко полетаю свободной камерой, потому что все-таки я хочу, да, еще без грузовика посмотреть на это творение, так, сейчас, 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 блин, зеркало второе, поди мне тоже надо, поэтому давайте как-то с ним будем тоже взаимодействовать, диди-диди-диди-диди-диди-диди, а вот в дальнобойщиках-2 парковаться не надо было, ой, полки-палки, отцепляемся, все, мы доставили с вами груз из бухты в Залезк, даже не верится, что я это говорю в контексте евротрака, И теперь давайте, я прокачаю дальние дистанции, и мы с вами, мы с вами немножечко полетаем, посмотрим, что тут у нас вообще такое. Тут автор решил разместить мотель, в оригинале там просто стоят какие-то рандомные здания. Вот, хочу обратить побольше внимания на дворы, сидят бабульки напротив мотоцикла, это хорошо, мужики разговаривают. Так, домики, 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 бабулечка сидит, машинка припаркована, ну да, все по-человечески, вон тоже у людей какие-то свои тут хозяйства находятся. Давайте тут еще полетаем, посмотрим, ой, я болею, хочу чихнуть, поэтому я себя внезапно сейчас ультану, пожалуйста, не пугайтесь. Так, пицца-хаус, блин, вот это плюс, это плюс, в дальнобойчках реально пицца-хаус не хватало. Прикольно, прикольно, так, монто, строительные материалы, интересно, вот откуда берут эти баннеры, то есть это реально существующие баннеры или нет? Пеп, мы как семья. Комбинат тепличный, зеленое качество, автовыкуп, вот интересно, это настоящая реклама? Так, здесь у нас что? Тут у нас находится, смотрите, заправка, такая небольшая, все по правилам дальнобойщиков 2, тут у нас, скорее всего, какая-то компания. А, тут нанимать водителей, все верно, все верно, так оно и есть, только тут у нас какая-то образовалась прям пробка-пробка. В некоторых местах есть, возникают вот такие вот заторы, трафик у меня не стоит на максимуме, а машины прям в это, собираются в такую пробку. Но, может быть, это из-за особенностей строения вот такой дороги. Давайте еще немножко пролетим вперед. Здесь у нас, опять же, стоянка. По идее, в игре тут можно было нанимать водителей, в том числе, вот они, кстати, тут стоят. Стоит у нас тут большая такая фура, по-любому, с водителем, которого можно нанять, забрать к себе, работать. Так, давайте еще полетаем. Почему бы и нет? Тут это должно быть СТО. Ага. Тут не СТО, просто развалено. Тогда, может быть, тут его не должно быть? Может быть, это я путаю. Тут у нас компания, компания, компания. Интересная. Здесь, о, это что такое? О, 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 это что? Сейчас посмотрим. Тут у нас заправка, но заправка не рабочая. Ну, лучше сделать ее рабочей, потому что, ну, все равно же, будешь кататься по карте туда-сюда. Лучше. Чем больше заправок, тем лучше тут у нас компания. Здесь у нас... Ага. А, ну-ка, подождите. Если я не путаю, то это как раз-таки тот самый путь... Слушайте, это тот самый путь к стадиону? К трассе? Похож на путь к трассе. А самой трассы нет. То есть, как и говорил автор, похоже. Похоже, что оно. Похоже на оно самое. Так, куда еще мы можем полететь, посмотреть? Тут опять у нас заправочка. Давайте полетим просто в эту сторону. Посмотрим. Тут у нас ремонтные дороги происходят. Здесь у нас должна быть СТО. И полиция стоит. Все правильно. Все по канонам дальнобойщиков. Вообще, в целом, пока я лечу, можете оценить и природу в том числе. Вот, знаете, чего не хватает? Вот, чего точно не хватает. Я это очень сильно люблю. Обзорные точки. Обзорные точки – это всегда очень хорошо, потому что вместо вот такого летания можно просто включить обзорную точку и смотреть на такие, допустим, самые интересные места на карте или местности. Например, обзорная точка бухты. Там, естественно, показывается море, показывается, не знаю, развязка, да, то есть такие узнаваемые места в данном случае. Пляж. Блин, тоже на пляж хочу. У меня уже все. У меня уже осень, холодно. Слякоть. Тут у нас что? Гараж. Гараж, 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 гараж. Летим с вами дальше. Тут у нас садятся самолеты, потому что это у нас Южный. Не помню, в Южном реально ли был аэропорт, но компания вот она, видите? Все, как всегда, у нас находится за, так скажем, главной дорогой. Прикольно. Красиво так выглядит со стороны. Тут у нас огромный аэропорт. Посмотрите, как изменились дальнобойщики 2, да? За 25 лет всего лишь-то с одним автором за 2 года и 7 месяцев дальнобойщики, вон как, смотрите, эволюционировали. Вон что с ними стало. Дамба. Вот. Красиво. Красиво. Летим дальше. По возможности, да, просто полетаем, посмотрим. Шахты Приозерск. Ну, мы в сторону Ельнина уже летали. Заправочка. В сторону Приозерска. Вот такие вот у нас идут пейзажи. Я быстренько лечу, потому что в целом тут глаз шибко не цепляется, потому что просто ландшафты, ландшафты. Можно людей побольше добавить, машин побольше добавить, потому что все-таки, ну, не густо, да? Лучше побольше. Было бы прикольно, если бы, знаете, вот тут вот люди бы стояли. То есть не только мужик, да, что-то ремонтирует, еще люди стояли. Магазинчик можно какой-нибудь впихнуть. То есть, по сути, да, если мы создаем карту, ну, уже по мотивам дальнобойщиков 2, то тут уже мы можем вносить свои какие-то коррективы, да? Соответственно, мы можем уже вносить какую-то жизнь. Вот как здесь. Вот тут хорошо. Вон они люди, столики, что-то все кушают, что-то все чем-то заняты, там. Еще модельку женщины с коляской надо добавить, велосипедистов, всех-всех. То есть, чем больше жизни, тем лучше. Это всегда, ну, тоже не переборщить, да? Всегда хорошо, когда глазу есть за что зацепиться. То есть, когда есть на что посмотреть. Можно добавить даже какие-то ДТП, наверное, на дорогах, потому что, ну, все-таки, опять же, по мотивам. А, слушайте, ДТП очень много. Можно даже создать какое-то ДТП по типу как отсылку к дальнобойщикам. Вот, например, так скажем, взять узнаваемый автомобиль, на котором чаще всего ездили в дальнобойщиков, условно, модельку Газели или БМВ, потому что вот, ну, я, например, и многие тоже на БМВ катали, на легковушке, и какую-нибудь фуру, такую, чтобы, вот, знаете, она была максимально похожа. Ну, вот, по возможности. Я не знаю, какие модельки доступны при создании карт, но вот можно какую-нибудь вот такую вот аварию создать. Либо, наоборот, как еще можно, какую ситуацию сделать. Ситуация, как будто бы полицейские тормознули грузовик, либо легковушку. Вот это сплошь и рядом происходило в дальнобойщиках 2, поэтому вот подобную ситуацию можно прям реально воссоздать, создать. И многие, я думаю, это бы оценили. И сразу бы, наверное, поняли, к чему данная отсылка. Ну, то есть, это как бы мои такие вот предложения. Шахты, шахты, шахты. Та-та-та-та-та. Тут опять же, да, люди. Где? Чё, два человека. О, прикольно. Сломанный трейлер, я даже не знала. А вот, что еще? В дальнобойщиках 2 есть мафия. Соответственно, можно вот такой трейлер поставить. Где-то на обочине. И вот не такую модельку людей, а вот человеков, которые как будто бы грабят прицеп. Потому что все-таки мафия существовала в дальнобойщиках. То есть, вот такие вот какие-то отсылочные моменты можно создать. Потому что все-таки, да, 25 лет прошло, но контингент остался. Вот, смотрите, да, тоже интересная дорожная ситуация. Тут у нас, не знаю, машина поймала отбойник, скорее всего. Слушайте, ну красиво. Красиво. Я как бы говорю свои какие-то личные пожелания. Да, там уже прислушается к ним автор или нет, это, конечно, его дело. Ну, самое главное, самое главное. Мой баннер, да, с моим лицом. Шутка. Я шучу, я шучу, мне ничего не надо. Слушайте, ну симпатично. Автоотелье, страхование, вон люди ходят. Это у нас что-то типа пятерочки, да, стоит. Продуктики. Ну, слушайте, хорошо. И вот реально я бы хотела... Я не знаю, насколько это, ну, технически возможно сделать с точки зрения разработки карты, да. Все-таки я не мододел, я не знаю, насколько это тяжело. Но надо сделать обзорные точки. Потому что обзорные точки, они прям очень хорошо дают ознакомиться с картой. Особенно это очень удобно на стримах, когда ты сразу видишь, что из себя представляет данный город или данная местность. Поэтому вот это было бы хорошо. Это было бы окей. Это было бы неплохо. Вот. Так что, собственно, мое мнение такое. Самой карте я, конечно, ставлю 10 из 10. Потому что она классная. Она прикольная. Мы еще вон сколько интересных мест сегодня не изучили. Мы все обязательно изучим на предстоящем стриме. А там может быть и на конвое. Если, опять же, мои зрители посчитают нужным себе эту карту тоже приобрести. Повторяюсь еще раз, да, что ссылочка на группу ВКонтакте данного проекта есть в описании. Вы можете поиграть в демо-версию данной карты и потом уже определиться. Ваше мнение по поводу данного мода пишите в комментариях. Оцените карту по 10-бальной шкале. Лично я ставлю твердую десятку. Все вот эти вот моменты, которые я сейчас назвала, это не минус. Это просто то, что можно в саму карту добавить, чтобы ее оживить. Но, опять же, я ехала только из бухты в Залезк. Кто его знает, может быть, автор уже давным-давно додумался. И где-нибудь в Горном как раз-таки и происходит та дорожная ситуация, о которой я говорила. Так что это тоже не исключено. Наоборот, это нам стимул дальше изучать карту. Ну, а на этом моменте ролик подходит к концу. Всем вам большое спасибо за просмотр. Обязательно с вами увидимся в следующих роликах и на стримах. Ну, а вы ставьте лайки и пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще почему-то на меня не подписаны. Всех целую, обнимаю и всем пока.